Это новый Киа Карнивал 2022 года, новейший минивэн. Возможно, вы знакомы с минивэнами Киа Сидона, но в 2022 году их снимают с производства. Сидона уходит, Карнивал приходит. Цена этого Карнивал составляет почти 50 штук. В нем есть много особенностей для семьи, и сегодня я буду обозревать этот минивэн и все вам покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы подумываете продать свою крутую машину из 80-х и новее, Кассенбитс отличное место для этого. И если вы подумываете купить крутую машину из современной эпохи, у нас ежедневно проходят аукционы с удивительным выбором на Кассенбитс.ком. Итак, давайте поговорим про Киа Карнивал. Первый минивэн Киа попал в Соединенные Штаты уже почти 20 лет назад, и он назывался Сидона. Но во всем остальном мире он назывался Карнивал. И для 2022-го Киа сделали редизайн своего минивэна и, наконец, решили назвать его Карнивал и здесь, в США, как и на всей остальной планете. Новый Карнивал – это новейший минивэн, нацеленный на очень конкурентный сегмент. Крайслер, Пасифика и Тойота Сиена оба недавно были обновлены, и оба из них я обозревал в течение последних нескольких месяцев. Естественно, еще есть Хонда Одисси. Это очень популярный минивэн, хотя перед своими новыми соперниками он выглядит немного устаревшим. Однако в этом нет ничего устаревшего. В новом Киа Карнивал есть великолепные новые технологии, превосходные, нацеленные на семьи, особенности, которые делают его сильным конкурентом другим минивэном. Это верхняя комплектация Киа Карнивал, модель SX Prestige с ценником чуть дешевле 50 косарей. Это много денег для минивэна, но он им многое предлагает, и сегодня я все вам покажу. Сперва я проведу для вас обзор нового Киа Карнивал и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну фишки и особенности Карнивал снаружи, где, на удивление, много фишек. За последние годы многие автопроизводители осознали, что люди находят минивэны скучными и унылыми. К ним прилипли эти понятия, поэтому многие автопроизводители делают странные вещи снаружи минивэнов, чтобы они были интереснее. Определенно здесь этот случай. Один хороший пример, вот этот серый компонент сзади, позади заднего окна. Как видите, там такой узор из парящих шестиугольников. В нем нет назначения, просто круто выглядит, делая этот минивэн немного интереснее обычных. Также обратите внимание, что у этого минивэна черные диски. Вот так можно узнать, что тренду конец. Тренд на черные диски распространился на минивэны. Значит, это больше не круто, хоть и нацепив черные диски, они пытались сделать этот минивэн немного круче. Далее попытки сделать его интереснее типичного минивэна продолжаются спереди на решетке, которая, как видите, впечатляет сильнее, чем решетка типичного минивэна. Тут такие как бы плывущие квадраты и прямоугольники, призванные сделать этот минивэн волнительнее и смелее вашего обычного. Еще страннее светотехника спереди. Обычная фара вот здесь, в этом кожухе. Но если ее включить, то, как видите, здесь нет места для дальнего света. Где же он? А он вот здесь, интегрирован в решетку, а не рядом с обычными фарами. Он как бы в центре машины. Мигаете дальним, он включается в решетке. Очень необычный элемент дизайна. Возможно, еще необычнее передние поворотники. Включайте, как видите, это не просто прямая линия или прямоугольник, как в большинстве машин. У него вот такой причудливый дизайн, он идет от решетки и как бы залетает назад. В этой машине сделали очень необычный поворотник в виде орнамента. Опять-таки в попытке сделать его чуть более волнующим, чем ваш типичный скучный минивэн-изгой. И далее, к слову о странной светотехнике. Сзади тут световая полоса вдоль всего задка. Для соответствия этому новому тренду световых полос на автомобилях, особенно на люксовых, в этом минивэне такое тоже есть. Но, как видите, когда включены фары, загораются задние фонари. И на этой световой полосе такой странный орнамент. Там не просто ровная прямая линия, вместо этого она как бы приподнимается по краям, чтобы отличаться и быть волнительнее. А необычно то, что задние поворотники не интегрированы в эту полосу. Вместо этого они на бампере. Как видите, вон они там внизу. Так что, хоть у вас эта здоровенная цветовая полоса, идущая вдоль всего автомобиля, на ней не нашлось места для поворотников. И поэтому они там внизу на бампере, как додумка. Довольно необычно. Также снаружи нового карнивал стоит упоминание, что это первый автомобиль с новым логотипом Киа, что я видел. Который ясно демонстрирует, что этот автомобиль был выпущен К и перевернутый Н. Но так или иначе, далее мы перемещаемся внутрь нового карнивал, и значит начнем на заднем ряду, потому что в конечном счете это же минивэйн, он сфокусирован на задних сиденьях. Особенно здесь, потому что этот карнивал оснащен новыми VIP лаунж сидениями. Так Киа их называют, это из-за того, что они могут полностью откидываться. Нажимаете эту кнопку сбоку сидения, и сидение откинется до самого конца в позицию для сна и отдыха. Как сидения в первом классе самолета. Такие же есть в вашем минивэйне Киа. Так что вашим детям будут завидовать одноклассники, разъезжающие на скучных Сиенах и Одиссе, ведь они будут сидеть в собственных VIP лаунж сидениях на заднем ряду карнивал. Так или иначе, Киа дали мне такую небольшую инструкцию пользования VIP лаунж сидениями. И как видите, когда сидение откинуто, Киа называют это позицией премиальной релаксации. Звучит довольно глупо, но это достаточно хорошее описание того, чем она является. И кроме того, у этого сидения также есть электроподножка. Нажимайте небольшую кнопку сбоку сидения, и как видите, подножка автоматически выдвигается, чтобы даже вашим ногам было комфортно, пока вы находитесь в позиции премиальной релаксации, чтобы вы могли отдыхать здесь в роскоши. Никогда раньше не видел такую функцию в минивэйне. Не знаю, как много родителей захотят такое для своих детей, но у них есть возможность. И сзади нового карнивала есть еще много крутых вещей. У задних пассажиров есть своя собственная зона климат-контроля, как видите, управляется отсюда, ничего необычного. Также сзади есть порты зарядки, как видите, USB-порты сбоку каждого из передних сидений. Еще тут есть домашняя розетка и розетка в виде прикуривателя, чтобы сзади можно было подключить что угодно. Также сиденье второго ряда с подогревом и охлаждением. Довольно впечатляющая функция, очень люксово для минивэна. Но дальше все становится только безумнее. Над задними местами есть люк. И не просто какой-то маленький люк, в котором вы можете открыть шторку, чтобы посмотреть наружу. Люк открывается полностью. Можно высунуть туда свои руки, через крышу подует легкий ветерок. Здесь открывающийся люк на втором ряду. Пока я такого в минивэнах не видел. Но, честно говоря, моя любимая вещь здесь на самом деле это экраны для пассажиров заднего ряда. Установлены сзади передних сидений, ими очень легко пользоваться, очень простой тачскрин. Но самое крутое то, что у них есть встроенные приложения для Ютуба и Нетфликса. Так что вам не придется подключать сюда собственный прибор и выводить туда изображение с него, не суть. В этих экранах есть для этого встроенные приложения, потому что ясно, что тот, кто будет сидеть сзади, ваши дети захотят посмотреть Ютуб, Нетфликс. Они уже есть в этих экранах, это довольно-таки удивительно. Но если вам надо послушать что-то поспокойнее, в этих экранах есть встроенные звуки природы. Можете включить звуки природы и послушать их. И тут есть новые звуки природы. В моделях Kia и Hyundai уже была эта функция, но здесь есть несколько новых настроек. Спокойные морские волны, дождливый день. Также можете послушать разговоры про крикет. К сожалению, все это работает только через наушники, поэтому я не могу вам это показать. Но новые звуки природы на заднем ряду. Надеюсь, что спереди мы их сможем послушать. И еще одна удивительная функция в этих задних экранах. Тут есть даже детский режим. Жмете эту кнопку внизу справа и включаете детский режим. И теперь здесь окуленок и YouTube для детей. Все это доступно, опять-таки, встроено в экран. Не надо возиться с подключением туда других девайсов. Все эти штуки, YouTube, Netflix, окуленок, встроены в экраны заднего ряда. Это довольно крутая особенность. Еще одна крутая особенность сзади у пассажиров. Здесь есть доступ к системе голосового управления машиной. Нажимаете эту маленькую кнопку на потолке, активируется голосовое управление. И можете ему приказать, например, поднять температуру или еще что-то. Так же, как годами это могли делать передние пассажиры во многих других машинах. Это довольно приятный штрих. И кое-что, чего мне не нравится тут сзади. У задних пассажиров есть доступ к настройке положения сидения переднего пассажира. Вот эти небольшие кнопки на переднем сидении. Можете их нажимать и двигать сидение вперед или назад. Не очень-то и хотелось бы, чтобы задние пассажиры имели такую возможность. В машине, где вы будете возить детей. Ну, знаете ли, они постоянно будут нажимать на эти кнопки. Это будет вас раздражать. Не уверен, что это можно отключить, но, честно говоря, для минивэна было бы лучше, если бы эта функция вообще не существовала. И далее я хочу поговорить про третий ряд, а именно о посадке на третий ряд. И в этой версии карнивал она не идеальна. Начинается довольно многообещающе. На втором ряду есть кое-какие крутые особенности. Вот небольшая ручка, которая позволит при желании легко отодвинуть это сидение до конца вперед. И также тут есть ручка, позволяющая двигать сидение из стороны в сторону. В большинстве других минивэнов нет такой функции. Она вроде бы есть в Хонде Одиссе, но в остальных ее нет. И это тоже полезная и приятная функция. Можно создать больше места по бокам или при желании в центре. Но проблемы начинаются со спинкой. В этих VIP-лаунж сидениях нет ручки, которую можно потянуть, чтобы просто сложить спинку. Вместо этого надо дотянуться до кнопки электрорегулировки спинки и сидеть тут ждать, пока она медленно и автоматически сложится вперед, чтобы вам стало проще забраться на третий ряд. В результате в моделях карнивал, оснащенных сидениями VIP-лаунж, нет такой-то и простой доступ на третий ряд. Если вам постоянно надо пользоваться третьим рядом, возможно, такие сидения на втором ряду не идеальный вариант. Кстати говоря, второй ряд можно отодвинуть в их самую дальнюю позицию как бы из центра и пройти на третий ряд между ними. И с учетом сказанного здесь, ничего особо интересного выглядит как довольно стандартный третий ряд минивена. Хорошие держатели стаканов, место для хранения и USB-порты на третьем ряду есть с каждой стороны. Это будет полезно. Также сзади есть солнцезащитные шторки. Можно их установить на эти маленькие окна третьего ряда, и тогда сюда не будет попадать солнце, а излишне много солнечного воздействия может оказаться проблемой для младенцев. Только плохо, что доступ к этим шторкам третьего ряда довольно трудный. До них надо дотянуться, установить их на свое место, автоматические шторки на третьем ряду были бы намного удобнее. Я понимаю, что это может и чересчур, этой функцией не так часто будут пользоваться, но если вы будете, то так все было бы намного проще. И далее мы перемещаемся в багажное пространство «Карнивал». Это пространство довольно большое. Даже с установленным третьим рядом тут полно места между ним и бампером. Но кроме того, багажник еще и очень глубокий, так что сюда можно положить много всего. Даже и не складывая сидение с учетом сказанного, если сложить сидение третьего ряда, очевидно, вы получите дополнительное багажное пространство, но вы лишитесь глубины этого пространства, потому что именно туда третий ряд и складывается. И складывается он довольно просто. Надо только потянуть эту большую ручку в середине сидения, и затем оно складывается в пол, и как видите, в результате получается еще больше багажного пространства. То же самое и здесь. Тянете, складываете, и оно сложено. Не так уж и тяжело. И как видите, сидения складываются довольно легко, и если это сделать, то вы получите полностью ровный пол, и увеличите багажное пространство в сравнении с тем, что тут было с установленным третьим рядом. А вот разложить сидение обратно будет немного труднее, чем в других минивэнах. Начинаем с того, что надо потянуть за эту ручку, при этом вам надо быть как бы под правильным углом, и тогда сидение поднимается вот в такое положение сюда, как видите. Затем тянем за эту лямку, и вот сидение установлено на место. Не так уж и трудно, занимает пару секунд, довольно легко, хотя стоит упоминание то, что даже в этой высококлассной версии «Карнивал» за 50 тысяч третий ряд складывается не автоматически. Все делается вручную. Но это намного быстрее, чем сидеть там, жать на кнопку и ждать, пока сидение автоматически поднимется. Другие вещи, стоящие упоминание в багажнике. С левой стороны там два ряда отсеков для хранения небольших предметов. Если есть что-то, что не должно кататься по багажнику, это можно положить туда пониже или повыше. И с правой стороны два разъема. Один в виде прикуривателя, и второй это обычная домашняя розетка. Так что у вас есть две домашние розетки в этом минивэне. Одна в багажнике, и другая на втором ряду. В общем, с зарядками в багажнике все хорошо. И далее мы перемещаемся вперед. Последнее по важности место, где взрослые сидят лишь для того, чтобы возить детей. Но здесь есть несколько крутых особенностей, стоящих упоминаний. Некоторых из которых я уже коснулся ранее. Например, беседа с пассажирами. Функция, позволяющая то, что вы говорите в микрофон спереди, с усилением транслировать на задние места. Поэтому нет нужды оборачиваться, чтобы поорать на детей, либо говорить громче, или еще что. Можете говорить своим обычным голосом, и там сзади вас услышат. Это довольно круто. Также тут есть функция под названием тихий режим. Если его включить, то он отключит все задние динамики и настроит громкость спереди на приемлемый уровень. Этим можно пользоваться, если пока вы ехали домой с детьми, они там сзади заснули. Но вам все равно хочется тут спереди послушать музыку, можете включить тихий режим и спокойно ее послушать, не разбудив детей. Это тоже довольно крутая особенность. Еще одна крутая особенность, я ее уже упоминал ранее, звуки природы. Вы можете послушать разные звуки природы во время езды вместо музыки или подкаста, или еще чего. Это довольно успокаивающе. К сожалению, среди звуков природы спереди нет тех новых, которым есть доступ у задних пассажиров. Здесь обычные звуки природы Kia и Hyundai. Мы уже все их слушали ранее. Тем не менее, можем послушать один из них. Задумка в том, чтобы предоставить вам успокаивающие звуки вместо ваших обычных спортивных и разговорных передач или музыки, или еще чего, чтобы вы слушали в своей мультимедийной системе. Одна новая функция, стоящая упоминание, кое-что под названием пассажирский обзор. И если туда зайти, то, как видите, там появится картинка с задними местами этого минивэна. Это потому, что над задними местами установлена камера, и все, что она видит, проецируется на экран мультимедийной системы. Таким образом, во время езды в этом минивэне у вас не будет нужды оборачиваться, чтобы проверить, не бьют ли там друг друга ваши дети, или, может, они что-то уронили. Неважно, чтобы туда посмотреть, у вас есть камера. И изображение с этой камерой можно даже увеличивать. Так что можно поближе разглядеть каждое сидение и место на случай, если вам надо разобраться, что там сзади происходит. И, к слову, о камерах и увеличении. В этом минивэне есть удобная система внешних камер. В ней можно увеличивать и уменьшать изображение в круговом обзоре, можно делать ближе и дальше, чего я никогда раньше не видел ни в одной другой машине. Разные уровни увеличения в таком обзоре системы камер. Ладно, раз уж пошел разговор про мультимедия, я расскажу о самой системе. Она довольно хорошая, хотя не самая моя любимая. Она очень отзывчивая и невероятно интуитивная. Однако, хотелось бы, чтобы домашний экран был получше. Во многих машинах такой трехпанельный домашний экран, предоставляющий разную важную информацию, как текущая песня, которую вы слушаете, музыка, карта, неважно. Здесь домашний экран заполнен этими маленькими иконками. Это не так полезно, если вам надо проверить выбранную радиостанцию или медиа, можете это сделать, но при этом вы не можете так же смотреть на карту навигации или еще что. Вот такой небольшой недостаток этой мультимедийной системы. Но ей легко пользоваться, с ней легко разобраться, и тут есть такие как бы сенсорные кнопки в середине центральной консоли, ниже экрана. Можете нажать на каждую из них, и это направит вас на каждую из таких штук, как карта, навигация, радио, медиа и так далее. Вместо того, чтобы размещать их на самом экране, они всегда здесь, в любой момент можете перейти, куда вам надо. Так все немного проще, но по мне домашний экран надо было сделать получше. То же самое я думаю и о приборной панели. Это приборная панель, экран. Это хорошо. Все больше машин на такие переходят, но вы не так много можете с ним делать. Он не особо настраиваемый. На самом деле, там можно менять только центральную панель, и кроме этого, больше особо ничего. Никакой карты навигации, там нельзя посмотреть, какую песню вы сейчас слушаете. Здесь очень ограниченный выбор. Очень жаль, что это так. Зачем надо было заморачиваться и делать приборную панель в виде экрана, если его будет особо нельзя настраивать? С учетом сказанного, она меняется при выборе режимов езды. Когда вы меняете режимы езды, нажимаете эту маленькую кнопку на центральной консоли, чтобы переключаться через режимы, и тогда также будет меняться и приборная панель. Как видите, прямо сейчас она в обычном режиме, но если вы переключитесь на эко, то у вас будет такой футуристичный вид с таким странным олдскульным шрифтом, как из часов. Нажмите еще раз, он перейдет на спорт, и теперь у приборной панели вашего минивена спортивный вид. Так становится ясно, что вы в самом спортивном режиме, что только возможно, в вашем минивене. Другие интересные фишки здесь, одна на торпедо, как видите, это серебряная отделка, имитирует то, что мы видели на той панели снаружи этой машины. Такая серая парящая отделка сделана тут в попытке придать салону крутой вид и сделать его более захватывающим, чем ваш обычный минивен. Далее еще одна функция, о которой я рассказывал ранее в модели Kia и Hyundai, но стоит коснуться ее еще раз. Камеры поворотников, едете, включаете поворотник, и затем в приборной панели появится камера, демонстрирующая обзор слепой зоны соседней полосы. Это невероятно полезно. Работает с обеих сторон, слева и справа, как видите, эта камера освещает все, что находится в слепой зоне. Честно говоря, поездив на других моделях Kia с этой функцией, мне показалось, что она удобнее традиционных зеркал. В нее больше видно, она улучшает обзор именно в тех точках, где обычно ничего не видно. Это фантастическая особенность, и я рад, что они добавляют ее во все больше и больше автомобилей. И далее мы перемещаемся к передку Карнивал, где, как видите, двигатель. Во всех моделях Карнивал в США будет V6 мощностью около 290 лошадиных сил. Это делает Карнивал самым мощным минивэном, хотя совсем немного. В Одессе что-то около 280, я думаю, в Пасифике что-то около 287, так что это совсем немного самый мощный минивэн. Интересно, что Toyota с новой Siena решили не делать самый мощный минивэн, и вместо этого нацелились на самый эффективный минивэн. Поэтому во всех новых моделях Siena будет четырехцилиндровый гибрид с мощностью где-то 245 лошадиных сил. Не очень-то и быстро, но его расход где-то 6,5 литров на 100 километров в смешанном цикле. В этой тачке будет 10 литров на 100 километров. Это большая разница. Так что если у вас в приоритете мощность, возможно, вам подойдет этот минивэн. Но я подозреваю, что большинство покупателей минивэнов особо не заботит, насколько быстрый их минивэн. Им нужен расход получше. И в этом случае у Siena есть большие преимущества перед его бензиновыми минивэнами-соперниками, в которых больше мощности, но и близко не такой расход топлива. Итак, это были фишки и особенности нового Kia Carnival 2022 года. Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, веду Kia Carnival. И он едет, как и ожидалось. Скажем так, как минивэн. Знаете, в таких обзорах важно рассказать про опыт вождения машины, но не так важно это делать, когда машина, о которой идет речь, это минивэн. Эта машина едет, как и все они. Если честно. Он достаточно комфортный, в нем много места, как и в других минивэнах, включая место для пассажиров спереди и сзади. И вот и все. Он не особо быстрый и управляемости близко не точно, он не захватывающий или волнующий, или еще что. Он создан, чтобы возить людей больше, чем для чего-либо еще. И так оно вроде бы и есть. И помню об этом, есть тут еще несколько вещей, стоящих упоминание, даже в обзоре минивэна. Один из них — шум дороги. И в этом смысле он ощущается на самом деле нормально, как и ожидается. Он не лучший, не хуже минивэнов соперников Honda Odyssey и подобных тачек. Все они примерно одинаковые. В плане того, как они звучат и сколько шума дороги слышно внутри, этот минивэн тоже не особо отличается. Качество езды то же самое, как и ожидаете. Ничего невероятно люксового, ничего такого, просто нормальное. Такой же, как и в других минивэнах, если быть честным, все они едут примерно одинаково, за исключением Toyota Sienna. Пожалуй, сравнивать в первую очередь надо именно с ней, потому что Toyota дали миру минивэнов нечто другое. Они решили не заострять внимание на ускорении, как и покупатели их минивэнов, а не заострили внимание на топливной экономии. Ну и как себя показывает этот минивэн в сравнении с тем? Это хороший вопрос. Ответом будет, этот ощущается быстрее, более мускулистым, более мощным, но разница в расходе топлива очень велика. Ладно, он ощущается быстрее мускулистее, чем Sienna. Это без вопросов. Sienna ощущается несколько трусливой, но вы за рулем минивэна, пожалуй, вас не особо это заботит. Так что, как по мне, Sienna с таким гибридным двигателем это большое преимущество. И если вам нужна экономия топлива, хоть немного, я думаю, что это дает Sienna большое преимущество перед Odyssey и перед Carnival. Ну то есть у Chrysler Pacifica есть плагин гибридная версия, которая будет с ней соперничать, но у Sienna большое преимущество в плане силовой установки в сравнении с минивэнами конкурентов. Он не настолько уж и медленнее, но предлагает значительно лучший расход топлива. Так что, это хороший минивэн, великолепный во всех смыслах, хорошие технологии, хорошие функции оснащения. В нем просторно, он едет, как любой другой минивэн, тыры-пыры-пыры, но он проигрывает Sienna в расходе топлива. Еще я думаю, что этот минивэн немного дешевле Sienna, где-то на 2-3 тысячи. В нем есть несколько интересных функций, которых нет в Toyota, это будет преимуществом. Ну то есть это, безусловно, аргументы в пользу покупки этого минивэна вместо Sienna. И лично я думаю, что в нем отличные технологии, возможно, лучше, чем в любых других минивэнах. Немного проигрывает Sienna в расходе топлива, но немного выигрывает по цене и характеристикам, и это важные вещи. В общем, я думаю, это великолепный минивэн, замечательное предложение от Kia, новый карнивал. Итак, это Kia карнивал 2022 года. Это великолепный минивэн, но в принципе они все такие, Pacifica, Sienna, Odyssey, и выбирать между ними обоснованно трудно. Но этот минивэн представляет из себя довольно хороший вариант. В любом случае, теперь пришло время оценить новый карнивал по шкале Дага. Начиная с выходных категорий и стайлинга, карнивал в порядке выглядит как, ну, минивэн и получает 5 из 10. Ускорение тоже нормальное для минивэна, и он получает 1 из 10. Управляемость опять-таки нормальная для минивэна и получает 3 из 10. Фактор веселья тоже самое, нормальный для минивэна, вообще невеселый и получает 1 из 10. И последний фактор крутости, опять-таки в легкую 1 из 10 доводит выходную оценку до 11 из 50. По сути, любой новый минивэн получит такую же оценку. Далее, повседневные категории и функции. В карнивал есть много современных технологий, и он получает 8 из 10. Комфорт нормальный для минивэна, он приемлемо комфортный и получает 7 из 10. Качество довольно хорошее, он и близко не на уровне Chrysler Pacifica Pinnacle в плане материалов салона, но в целом все хорошо, и он получает 7 из 10. Практичность огромная, как у всех минивэнов, и получает 10 из 10. На конец стоимости он предлагает много таких же функций, как у соперников, и даже больше за немного меньшие деньги. Он получает твердую 8 из 10, доводя повседневную оценку до 40 из 50. Складываемая оценка по шкале Дага 51 из 100, что размещает его здесь, в сравнении с минивэнами конкурентов и похожими кроссоверами. Карнивал побеждает их всех, поскольку он чуть дешевле соперников и чуть лучше оснащен, но, честно говоря, и новая Сиена, и Пасифика, и Карнивал все являются хорошим выбором, и я бы купил любую из трех. Единственные, которого я, возможно, бы избегал, это Odyssey, которые устаревают в плане технологий, хотя это все равно великолепный и практичный минивэн, который может примерно все то же самое, что и Карнивал. Привод и озвучка от студии Exosfera. Привод и озвучка от студии Exosfera.